Друзья, всем привет! Вы на канале YouFishing, с вами Юрий Хохлов. И сегодня я вам расскажу, как связать поводок для ловли карпа, который будет работать в 90% случаев. Что нам для этого понадобится? Прежде всего, конечно же, это крючки. Потом поводковый материал, насадка, это два бойла, один будет плавающий, другой тонущий, бусинки для того, чтобы подбивать эти бойлы. Это стопорки, специальная трубочка для держания крючка, нож для подрезания бойлов, ножницы, такая штука для завязывания узлов, игла для насаживания и такая штучка, чтобы снимать верхний слой с поводкового материала. Сейчас я покажу крючки, которые я использую чаще всего. Они работают по любой рыбе из семейства карповых. На них можно ловить как белого амура, так и, естественно, карпа. Вот такая вот у него форма. Удлиненное идет цевьё. Что касается поводкового материала, он идет комбинированный. Жесткая оплетка сверху и мягкая сердцевина внутри. Для того, чтобы связать поводок, нам нужно часть вот этого верхнего жесткого слоя удалить. С помощью вот такой нехитрой штуки. Можно это сделать там ногтями, зубами, как угодно. У меня есть специальное приспособление. Снимаем. После чего нам нужно одеть бусинку. Бусинки я использую маленького размера. Для того, чтобы визуально поводок выглядел красиво, нравился нам. Ну и, конечно же, карпу. Одеваем бусинку. Сдвигаем. Вот так вот у нас получается. Здесь на кончике завязываем петлю. Так называемый волос, на котором будет крепиться уже наш бойл. Одинарного узла будет вполне достаточно. Здесь двойной не нужен. Затянули. Лишний кусочек отрежем. Вот, петелька. Теперь берем бойл. Казалось бы, он большой, 18-го диаметра. Не каждая рыба его может взять. Мы его подрежем, сделаем более маленького размера и подобьем сверху плавающим попапом, для того, чтобы придать нейтральную плавучесть. Для чего вообще нужна нейтральная плавучица? Прежде всего, чтобы наша насадка, она выделялась среди всего прикормочного стола, чтобы карп ее мог найти в самую первую очередь. Одеваем на иглу сначала попап, потом уже сам бойл. Все вы знаете, что индивидуально вяжется поводок на каждый размер бойлы. Но сейчас существуют вот такие вот стопорки, универсальные, получается, длины, которые могут регулировать размер волоса. Что нам это дает? Что мы на один поводок можем устанавливать бойлы разного диаметра. Десятый, четырнадцатый, шестнадцатый, восемнадцатый. Не перевязывая его. Вот возьмем как раз-таки такой удлиняющий один стопорок. И закрепим. Вот так вот у нас получается. Подбиваем бусинкой снизу. Такой вот получился у нас некрасивый снеговичок. Для того, чтобы придать ему эстетически хороший вид, подрежем его. Вот такой вот у нас получился снеговичок. Крючок нейтральной плавучести, который будет с легкостью влетать рыбе в рот и засекаться. И после того, разумеется, как мы сейчас привяжем крючок, отрежем поводковый материал. Теперь для регулировки волоса я буду использовать вот такую вот трубочку. Она используется для противозакручивателей обычно, когда делается основной карповый монтаж. Но, я думаю, можно любую использовать подобную. Отрезаем небольшой кусочек. Надеваем на наш будущий поводок. Вот так вот получается он здесь. Берем теперь крючок. Вставляем. Так, я вот так показывал. Вот что получается. У нас вот эта трубка, она регулирует как раз выход волоса, чтобы он был напротив острия крючка. Это важно. Чтобы он мог уже хорошо развернуться, засечь рыбу. Ну, теперь вяжем обыкновенный узел. Несколько оборотов вдоль цевья. И обратно в ушко. Затягиваем. Вот что у нас получилось. Бойл, волос, кусочек трубки, узел. И вот здесь вот мягкая часть поводка, которая будет позволять крючку разворачиваться и засекать рыбу. Сейчас нам осталось выбрать длинную поводка, которую мы будем использовать. Сейчас я нахожусь на водоеме, на рыбалке. Дно у нас довольно-таки заиленное, и поэтому я выберу длину примерно 20 сантиметров. Делаем здесь двойной узел. Затягиваем. Хвостик отрезаем. Ну, вот и все. Наш универсальный поводок готов. Он работает на 90% водоемов, где водится карп. Попробуйте. Я думаю, вам обязательно он должен понравиться. Если у вас возникли какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Я обязательно отвечу. Пишите, что, может быть, вы хотели видеть еще, чтобы мы сняли интересные для вас. Конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео. С вами был канал YouFishing. Я Юрий Хохлов. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok